Начало недели, ее конец, заставили коммунальные службы работать в авральном режиме. На улице города выпала почти месячная норма осадков. Если с центральных дорог снег убирают, то дворы превратились в ледяные каньоны. Не обошлось и без пострадавших. Для северодвинских коммунальщиков зима, как всегда, пришла неожиданно. За два дня выпала половина месячной нормы осадков. Спецавтохозяйство выгнало на улице города 16 машин. Уборка снега шла круглые сутки, но этого оказалось недостаточно. А дворы и неглавные проезды, за которые отвечают подрядчики и жилищники, и вовсе оказались травмоопасными. В середине недели ударил мороз, и то, что не успели убрать, превратилось в глыбы льда. Счет пострадавших от гололеда пошел на десятки человек. Женщина, выйдя из машины, попала вот на такую вот колдобину, сподсказнулась, упала на собственного ребенка. В результате я немножечко помог, приподнялась, она пошла, ребенок заплакал, соответственно. После чего я поехал, по заявке отвез бабушку в больницу номер один, горбольницу со двора. Там вообще заехать невозможно, я там застрял. Сейчас жилищникам поручено устраивать ночные дежурства. В обязанности входит регулярная проверка улиц и работа уборочной техники. По словам администрации, жилищный фонд очень большой, а управляющим компаниям не хватает машин. Большая часть тракторов 96-го года выпуска и требует постоянного ремонта и замены. Не слишком лестно о работе коммунальных ведомств отозвался и глава города. Михаил Гмырин отметил, что коммунальные службы оказались не готовы к снегопадам и обещал наказать ряд руководителей. У нерасторопных оказалось два дня, чтобы реабилитировать себя в глазах руководства.